Всех приветствую на моем канале. В моем распоряжении оказались изображения следующего поколения популярного российского автомобиля Lada Priora. Автомобиль может увидеть свет в первом полугодии 2021 года. Окончательное имя модели пока не утверждено. Машина может поступить в продажу как под именем Priora, так и под двойным наименованием Lada Vesta Priora. Также есть вероятность, что новая модель получит одно из трех имен, которые недавно были зарегистрированы Автовазом в базе Роспатента. Это такие названия как Lada Tensa, Lada Forte и Lada Kaina. Пока же новая машина фигурирует именно под наименованием Priora. Priora нового поколения должна стать значительно более крупным автомобилем, чем сегодняшняя Lada Vesta. На российском рынке она будет соперничать с конкурентами D и E классов. Ее длина будет составлять 4850 мм. Такую же длину имеет бестсельный российского рынка Toyota Camry. Новая же Priora с подачи своих создателей получила неофициальное название «Русская Camry». Перед инженерами стоит амбициозная задача создать автомобиль, который по своим потребительским качествам ни в чем не будет уступать своему основному конкуренту. Стоя при этом на 10-20% дешевле. По имеющейся инсайдерской информации, в российском представительстве Toyota всерьез обеспокоены возможным выходом новинки. Ведь она может в значительной степени обрушить продажи Camry, в значительной степени понизив загруженность сборочного предприятия Toyota Motors под Санкт-Петербургом. Новая Lada Priora будет построена на платформе CMF концерна Renault-Nissan. В значительной степени она будет унифицирована с европейской моделью Renault Talisman. Несмотря на общую структуру кузова и наличие общих навесных элементов, внешние машины будут значительно различаться. Новая Lada Priora будет доступна как с классическим кузовом седан, так и в виде практичного универсала, чего конкурент в виде Toyota Camry не предлагает вовсе. Почему же АвтоВАЗ решил реанимировать Priora? Ведь несколько лет назад она была снята с производства. Оригинальная модель Priora производилась с 2007 по 2018 год и представляла собой глубоко модернизированную десятку. Десятка, в свою очередь, изначально задумывалась как автомобиль C-класс. Для начала 90-х годов, когда она была разработана, она вполне ему соответствовала, в том числе и по габаритам. В то время она конкурировала с такими европейскими моделями, как Volkswagen Golf 3. С течением времени габаритные размеры автомобилей конкурентов росли. Priora уже фактически позиционировалась как автомобиль B-класса и занимала соответствующую рыночную нишу, в которой она конкурировала с Kalina, а позднее еще и с Granta. Будучи более дорогой машиной в иерархии, по некоторым эксплуатационным качествам она уступала даже последним. Например, по вместимости салона. С выходом же Vesta смысл в Priora и вовсе отпал. Priora была не сильно дешевле Vesta, при этом уступала ей буквально во всем. Ведь она была построена еще на модернизированной платформе восьмерки. У нее была значительно худшая пассивная безопасность, управляемость, компоновка салона и уровень комфорта и шумоизоляции. Учитывая все вышеперечисленное, спрос на Priora стал резко падать. Для нее разрабатывались варианты модернизации. К примеру, под конец жизненного цикла Priora получила новую торпеду. Однако они уже не могли решить фундаментальные проблемы автомобиля. Чтобы подтянуть его к современному уровню, заменить требовалось практически все. В итоге бы получилась еще одна Vesta. Смысла в этом никакого не было. В результате чего оригинальная Priora покинула конвейер в 2018 году. Новая же модель Priora должна занять совершенно новую рыночную нишу. Ранее Автоваз никогда не выпускал автомобили более высокого класса, чем C. В настоящий момент топовая модель Vesta фактически относится к переростам класса B. В то время как на машины C-класса на российском рынке спрос в значительной степени упал за последние годы. Покупатели предпочитают либо крупные седаны D и E классов, либо кроссоверы. Даже популярная на нашем рынке Skoda Octavia фактически является очень крупным представителем C-класса и по размеру салона конкурирует с машинами D-класса. В силу этого становится понятным, почему новая модель от Автоваза сразу стала метить в более популярные D и E сегменты. Как я уже сказал ранее, длина новой Priora будет соответствовать он и у Toyota Camry. В то же время колесная база автомобиля будет аж на 5 см больше, чем у Camry, что обеспечит хороший запас пространства для ног задних пассажиров. С точки зрения дизайна, новая Lada Priora выполнена в фирменном стиле современных моделей Автоваза, но есть различия. Например, у нее не будет характерных X-образных выштамповок по бокам. Связано это с тем, что часть наружных козовных панелей будет взята непосредственно от Renault Talisman. Это позволит снизить необходимые инвестиции в начало производства, благодаря возможности использовать готовые штампы, а не заказывать новые. Несмотря на это, передок автомобиля будет полностью оригинальным. Новая Lada Priora получит собственный бампер, фары, решетку радиатора и капот. Передняя часть автомобиля будет содержать в себе X-образную фигуру, ставшей уже фирменной фишкой дизайна модели Автоваза. Передняя оптика будет полностью светодиодной уже во всех комплектациях. Вообще, передок автомобиля получился очень стильным и агрессивным. Кроме того, он не страдает от множества избыточных линий, как это часто случается с множеством новых моделей, дизайнеры которых стремятся выделиться из толпы любой ценой. Можно с уверенностью сказать, что дизайн новой Lada Priora получился вне времени. Он будет способен сохранять актуальность в течение 5-10 лет, которые будет выпускаться новая машина. Сзади новая Priora будет выглядеть не менее привлекательно. Она получит стильные задние светодиодные фонари, которые будут расположены горизонтально. Номерной знак будет расположен на заднем бампере, что понравится, однако, далеко не всем. Однако это касается седана. Универсал получит гораздо более низкий задний бампер, в результате чего номерной знак такой машины приедет на крышку багажника. Решение с низким задним бампером сделано с целью более комфортной погрузки багажа в автомобиль. Сама Priora с кузовом универсала отнюдь не выглядит как сарай. По динамичности профиля она вполне способна поспорить с седаном. При этом, в отличие от веса универсала, который обладает достаточно скромным для такого типа кузова багажным отделением, Багажник Priora универсала будет включать в себя 572 литра полезного объема, а при сложных сидениях он уместит в себя 1681 литр. Багажник седана сможет вместить в себя 608 литров, что тоже достаточно немало. Новая Lada Priora получит современный и качественный интерьер. У автомобиля, уже начиная с базовой комплектации, будет полностью цифровой приборный щиток. Водитель сможет его настроить по собственному усмотрению и выводить именно ту информацию, которая ему требуется в данный момент. Он будет иметь несколько вариантов оформления, включая нарисованные аналоговые шкалы, полностью цифровой щиток, либо вариант, при котором основное пространство будет занимать информацию с навигационной системы. Информация с приборного щитка также сможет транслироваться на проекционный дисплей, который, однако, не будет базовым оснащением и будет предлагаться за доплату. На центральной консоли новой Lada Priora будет расположен вертикальный экран мультимедийной системы, занимающий практически все пространство. Современная мультимедийная система будет поддерживать сервисы Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто. Кроме того, она сможет проигрывать видео в высоком разрешении и давать качественную картинку с камер кругового обзора. По своим возможностям, новая мультимедийная система Lada будет наглого превосходить то, что предлагает Toyota для своей Camry. Под экраном мультимедийной системы расположится аналоговый блок управления системой климат-контроля. Радует, что разработчики не стали делать его полностью сенсорным, ведь это так отвлекает от вождения. Новая Priora сохранит традиционные селекторы выбора режимов автоматической коробки передач. Машина получит электромеханический стояночный тормоз. Салон новой Lada Priora будет полностью отделан мягким пластиком. По уровню воспринимаемого качества он должен значительно превосходить салон Toyota Camry, что может склонить чашу весов при выборе автомобиля покупателям именно в пользу Priora. Новая Lada получит полный перечень средств активной и пассивной безопасности. Среди них ABS, ESP, система автоматического торможения, активный круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе и система камер кругового обзора. В зависимости от комплектации новая Priora может получить 6 или 8 подушек безопасности. В дорогих версиях у машины будет кожный салон, электроприводы передних сидений с памятью, амбиентная подсветка салона и панорамная крыша. Подразумевается, что владелец такого автомобиля может ездить не только спереди, но и сзади. То есть автомобиль будет использоваться с личным водителем. Именно поэтому в дорогих комплектациях он может получить трехзонный климат-контроль и подогрев заднего дивана. Новая Lada Priora должна заменить Toyota Camry в качестве любимого автомобиля российских чиновников. Государственный заказ сможет в значительной степени подстегнуть ее производство и продажи. В плане технической части новая Lada Priora должна стать очень современным автомобилем. Ее снаряженная масса будет составлять приблизительно тонну 400 кг, что весьма мало для такого большого автомобиля. Та же Camry весит на 150-200 кг больше. Связано это с использованием высокопрочных стали в конструкции автомобиля. Новая Lada Priora будет доступна как с передним, так и с полным приводом. При этом на переднеприводных автомобилях в качестве задней подвески будет использоваться торсионная балка, в то время как полноприводные машины получат многорычажку. Новая Priora будет доступна с двумя двигателями. Первый мотор – это уже известный турбодвигатель объемом 1,33 литра, который в данный момент устанавливается на Renault Arcano. В конце года его производство будет локализовано на территории России. Им начнут оснащаться и ВАЗовские модели. В случае с новой Priora данный двигатель будет доступен в двух вариантах форсировки – 150 и 180 л.с. В первом случае Priora будет доступна как с механической шестиступенчатой коробкой передач, так и вариатором Jatka JF-016E. Такая машина сможет оснащаться как передним, так и полным приводом. С механикой она будет разгоняться до сотни за 9,5 секунд, с вариатором – за 10,2. С полным приводом будет доступна лишь версия с вариатором. Такая машина сможет разгоняться до сотни за 10,5 секунд. Данные характеристики представлены для машин в кузове седан. Универсал будет медленнее седана на 0,2 секунды. Топовая Priora будет оснащаться тем же двигателем, но форсированным до 180 л.с. В качестве трансмиссии на такой машине будет использоваться не вариатор, а роботизированная коробка D-CT с двумя мокрыми сцеплениями. Такая машина сможет разгоняться до сотни за 8,5 секунд. Priora с мотором на 180 л.с. и роботизированная коробка будет доступна лишь с передним приводом. Priora со 150-сильным турбомотором будет конкурировать с 2-литровой Camry, а с двигателем, форсированным до 180 л.с. Должна подвинуть Camry, оснащенную двигателем 2,5 литра. Появится и модификация Priora, оснащенная дизельным двигателем Renault мощностью 109 л.с. Такая машина будет оснащаться механической шестиступенчатой коробкой передач и будет доступна лишь с передним приводом. Такая Priora будет популярна в первую очередь в такси и в корпоративных парках, благодаря очень низкому расходу топлива. По трассе она сможет уложиться в 4-4,5 литра, в городе она будет расходовать 7-8 реальных литров. До сотни подобная машина будет разгоняться приблизительно за 12,5 секунд. В будущем возможны появления на базе универсала и версии Lada Priora Cross с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом по периметру кузова. Новое поколение Lada Priora может быть представлено в первом квартале следующего года, а в продажу автомобиль должен поступить во втором квартале. Цена на автомобиль должна начинаться от 1 миллиона 400 тысяч рублей, что уже сейчас дешевле, чем Camry на 250 тысяч. Однако это касается версии с механической коробкой передач. Версия с вариатором будет на 50 тысяч дороже. Базовыми станут именно машины с механикой, оснащенные либо бензиновым турбомотором на 150 лошадиных сил, либо 109-сильным дизелем. При этом бензиновая модификация будет более динамичной, а дизельная более экономичной за схожую цену. Хорошо оснащенная Priora с тем же 150-сильным мотором и вариатором будет стоить приблизительно 1 миллион 600-1 миллион 700 тысяч рублей. Версия с полным приводом обойдется на 100 тысяч дороже. Топовая Priora со 180-сильным двигателем и роботизированной коробкой будет стоить приблизительно 1 миллион 900 тысяч рублей. Не стоит забывать, что к моменту выхода новой машины на рынок, такие конкуренты как Toyota Camry и Kia Optima уже не раз перепишут свои ценники в сторону повышения. В силу чего можно сказать, что подобная цена выглядит весьма привлекательной. Нам же остается надеяться, что данный проект будет доведен до конца и мы увидим эту машину в автосалонах страны. На данный момент это вся информация о новой Ladi Priora. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу получить уведомления о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и написав комментарий, как вам новая Lada Priora. Планируете ли себе взять такую машину? Так как только ваша поддержка позволяет не уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока.